Всем привет! Сегодня в этом видео я хотел поделиться своим новым приобретением. Купил себе новый инструмент для видеосъемок, а именно новую видеокамеру. Купил Panasonic HC-HC-W850 на замену своей Sony HDR-CX220. Почему купил именно эту камеру, то есть сейчас вам расскажу. Всему этому делу была очень такая длинная, большая предыстория. Камеру я уже, скажем так, планировал купить последние 3 месяца или может даже больше. Ну и все выбирал, выбирал, выбирал. Ну и остановился я на камере Panasonic HC-HC-W850. Пока буду оставать, буду рассказывать. На этой камере я остановился. Она немного дорого стоила в то время. Я думал, немножко подождутся, она пойдет, она начала падать. И потом в один момент камера просто исчезла из продажи. Причем исчезла с продажи фактически во всех магазинах. То есть в интернет-магазинах. Я пробовал заказать через разные интернет-магазины. Вроде в наличии написано на сайте есть, заказываешь, доходит до дела. На самом деле ничего нет. И все очень, конечно, было так тяжело. Я уже думал, хорошо, ладно, возьму более дорогой. Вот эту вот, да, буду. 850-ю. Начал с ней делать ту же самую процедуру. Аналогичная история. На сайте есть. Я заказываю на сайте, оказывается, что ее в наличии нет. Нигде нет. Ну и в общем. Я даже пошел уже в обычный магазин. Я уже не смотрел на интернет-магазины. Тоже та же самая история. Вообще, беда. Заходишь в огромный супермаркет электроники, а стоит всего лишь одна, одна единственная видеокамера на весь уровень. Я говорю, что такое, почему, как, вообще, как это может быть. Ну и мне так сказали, что, ну, скорее всего, просто не пользуются спросом сейчас данные девайсы. И поэтому, как бы, может, просто их перестали заказывать. Ну, я уже расстроился, уже планировал покупать эту камеру в Польше. Уже нашел интернет-магазин, как бы, в Польше. И планировал по следующей поездке ее там приобрести. Но так получилось, что я позвонил одному своему знакомому, который работает на оптовой фирме, который занимается компьютерными компенсирующими, бытовой техникой и так далее. Я говорю, слушай, такая вещь, выручай. Он такой посмотрел, говорит, о, у нас последняя есть, одна единственная есть в Чернигове. Можем привезти. Я говорю, давай, все, визит, забираю. И вот, наконец-то я ее получил. Вот такую вот камеру. Это у нас Panasonic HC-W850. Чем примечательна камера? Тем, что у нее есть аж целых две камеры. Вот. То есть, прикольно, если снимаешь что-то спереди, можно еще снимать и свое лицо, свою мимику, свое выражение лица. Прикольно для влогов, для блогеров, именно, которые занимаются там съемками там своей жизни, путешествий и так далее. То есть, ну, очень классно. Плюс в камере есть Wi-Fi. В камере есть микрофон 5.1, который записывает звук, зум и так далее. То есть, почему я вообще решил поменять свою камеру Sony на эту? Потому что моя Сонька уже, ну, сколько я вижу, полтора года, ну, и хочется какого-то более качественного видео, хочется более интересного. Посмотрел по размерам сенсора, то есть, в этой камере сенсор больше. То есть, теоретически, должно быть больше, точнее, качественнее изображение. К тому же, у этой камеры есть Wi-Fi, и можно управлять удаленно. Есть у нее ночная съемка, реально ночная съемка, то есть, в инфракрасном режиме, здесь снимают вообще супер в полной темноте. Я смотрел, как будто он выглядит очень даже таки прикольно. Так, есть у нас камера в комплекте, аккумулятор 1940 мА. Вставляем его. Есть зарядное устройство. Вот, есть у нас кабель для зарядки. Кабель для зарядки, я смотрю, это для зарядки вообще, нет? Нет, не знаю ли это для зарядки. Ну, в общем, то есть, USB, microUSB. Есть у нас вот такой вот кабель. USB. И здесь вот вставляется у нас зарядочка. То есть, получается что? Получается, что камеру можно заряжать как от стандартного зарядного устройства, так фактически и от компьютера, я понимаю, потому что, если выход здесь 5 вольт, сколько здесь выход? Да, выход 5 вольт, 1,8 ампера. Либо же можно даже, если где-то в дороге, можно просто от пауэрбанка заряжать. Вообще шикарно, в общем, даже такие отлично. Вот эту штуку мы уберем. Что здесь у нас написано? Это видео распаковки, то есть, это не видео детального обзора камеры. Если вы хотите детальный обзор камеры, то есть, видео с обзором этой видеокамеры, то напишите мне в комментариях, я отдельно сделаю. Да, вот здесь ночная съемка. Возможно управлять камерой со смартфона при подключении через Wi-Fi. Записывается на Full HD, то есть, не 4К, 4К камеры я смотрел, но пока что они достаточно дорогие. Вот, записывает также MP4 50 Мбит в секунду. Обалдеть. Вот, ну это, в принципе, ладно. То есть, что по камере? Спереди у нас находится объектив, здесь у нас есть фонарик для вечерней съемки, то есть, он реально свет подсвечивает. И здесь же, я так понимаю, есть инфракрасный светодиод, который... Или вот это у нас инфракрасный. Ну, в общем, или здесь вот. Ну, в общем, то есть, для того, чтобы снимать видео. Также у нас есть колесико управления функциями камеры. Есть у него отличный стабилизатор. Я когда выбирал, то смотрел, читал тесты, смотрел тестовые видео, стабилизатор просто шикарный в этой камере. Это у нас микрофончики. Windshield, защищенные от ветра, как написано, по крайней мере. Управление у нас зумом. Кнопка фотографии. С этой стороны, да, это зарядочка. Здесь у нас можно подключить наушники. Здесь крепление на штатив. Здесь вставляем SD-карточку. Так, что у нас здесь? Здесь отчелкиваем башмак. Да, кстати, где он? Можно сюда ставить даже какой-то прожектор, какую-то лампочку. Так, это у нас переключение, видеосъемка, просмотр. Это уровень. Это Wi-Fi. Это включение-выключение камеры. Разъем для подключения микрофона. АВА это выход, я так понимаю. HDMI. Ну и, соответственно, microUSB. Вот, что-то так. По камере включаем и так. Ну, карты, понятное дело, сейчас там нет. Так, ну и, допустим, мы камеру повернули. И что? Да, вот, вот мое лицо. Вот мое лицо в камере. Прикольно. На самом деле, очень прикольно. Так, дисплейчик крутится у нас, как всегда, на вот таких вот положениях. Вот, ну, в принципе, сейчас что? Сейчас я сильно по функциям, наверное, не расскажу. То есть, ну, я так чисто расскажу, покажу. А если уже нужно будет полный обзор, то вы напишите в комментариях. Так, все. А, классно, что шторка закрывается автоматически. То есть, не нужно отдельно ее закрывать каким-то пальцем. Вот, ну, пока что, пока что, в принципе, все. Это распаковка HDMI кабель, зарядка, все кабеля. Вот такая вот у меня новая камера. Свою старую камеру Sony HDR CX220 буду продавать. Если кого интересует, то обращайтесь, пишите. О цене, как говорится, договоримся. Также, что хотел сказать, что я хотел сказать. Еще что-то я забыл. А, ну, то есть, новое видео вы будете видеть уже с этой камеры. Единственное, что перед тем, как начнутся видео с этой камеры, будут еще несколько видео со старой камеры. Потому что есть несколько снятых материалов, которые нужно смонтировать и просто закинуть. Вот, ну и все. Вот такая вот у меня новая покупочка, приобретение, скажем так. Не совсем то, что я хотел. Но я, скажем так, не обижаюсь. Потому что тоже взял эту камеру по хорошей цене. За нее я заплатил 390 долларов. По курсу в тот день, когда я оплачивал, то курс был где-то около 25. То есть, это 10 тысяч гривен. А сейчас камеры Panasonic V730, то есть, это есть V750, W850, а 730 до 750 идет. То они сейчас стоят фактически 11-12 тысяч гривен. То есть, получается, я взял камеру классом выше. Ну, как, более навороченную, с большим количеством функций, плюшек и так далее. Фактически, по очень даже таки хорошей цене. Вот. Так что, вот такое сегодня было видео распаковки. Просто хотел поделиться с вами моей новой радостью. Если видео вам понравилось и было интересным, ставьте лайк. Если хотите полный обзор, то пишите в комментариях. Ну, если реально он вам нужен. Потому что полный обзор камеры это... Ого-го-го-го! Вот. Кого интересует приобретение 220-й Соньки, то пишите. Вот. Ну и пишите свои соображения. Может, у кого-то есть такая камера, либо же похожие ваши отзывы по работе и так далее. Вот. Так что, на этом я буду прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Вступайте в группу ВКонтакте. Посещайте мой сайт. Всем большое спасибо. Пока.